МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 22.00 на часах. Подведем информационные итоги дня на телеканале Санкт-Петербург. Меня зовут Лидия Вильба. Здравствуйте. Вот некоторые темы выпуска. Вопрос президенту. Как так получилось, что у нас бананы с Эквадора стали стоить дешевле, чем морковь из наших соседних областей? Подорожание продуктов, пандемия, отношения с США. Ключевые моменты прямой линии с Владимиром Путиным. На лекции с сертификатом о вакцинации. Может быть. Когда вузам может грозить полный онлайн, мы предлагаем смешанную форму. В городских вузах готовят план «Б» на случай ухудшения ситуации с коронавирусом. Парадный Петербург. Мы видим сгнившие места, но элемент он хороший. Вместо стандартных железных – резные дубовые. Утраченные в начале нулевых и случайно найденные двери дома бака отправили на реставрацию. В Москву, в Москву. Каждый из семи этажей, эта конструкция, он про разную эпоху. Выставка к исторической дате. 90 лет назад в столицу отправился первый состав «Красной стрелы», выкрашенный в синий цвет. Итак, тема, которая с утра не сходит с первых полос – прямая линия с Владимиром Путиным. Президент провел ее впервые за два года и впервые в таком формате, фактически без посредников-корреспондентов на местах. Достаточно было установить приложение в смартфоне, чтобы задать вопрос главе государства. Основной темой ожидаемо стала пандемия коронавируса и прививочная кампания в России. Но затронули и много других вопросов из области ЖКХ, образования, строительства дорог, внешней политики. Ключевые моменты в репортаже моего коллеги Дмитрия Копытова. От глобальных проблем, взаимоотношений с США и санкций, до того, кто крахмалит воротнички-рубашек президенту и какие песни он предпочитает петь на отдыхе. Еще до начала прямой линии в адрес Владимира Путина поступило 2 миллиона, более 2 миллионов обращений, в том числе и криков души. Конечно же, все высказаться не успели, но по ключевым темам глава государства внес ясность. На этой прямой линии, пожалуй, чаще остальных звучало слово вакцинация. Пандемия не сдает позиции, бизнес опасается локдауна, власти делают все возможное, чтобы его избежать. Но для этого необходимо прививаться, убежден Владимир Путин. Он еще раз отметил, в целом выступает против принудительной вакцинации, но в отдельных случаях без нее не обойтись. Президент наконец открыл секрет, какую именно прививку себе сделал, но подчеркнул, все отечественные вакцины эффективны. Я все-таки исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение привиться спутником ВИ. Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются спутником ВИ, а я все-таки верховный главнокомандующий. Я уже говорил, могу повторить еще раз. После первого укола вообще ничего не чувствовал. Где-то часа через четыре чувствовалось вместе уколы, небольшая чувствительность появилась. После второго я сделал в 12 часов дня, в 12 часов ночи, измерил температуру, температура была 37,2. Лег спать, проснулся, 36,6. У президента спросили, почему футбольные евро решили провести, несмотря на антиковидные меры. Что касается евросоревнований, футболу, евро 2021, то здесь, конечно, прежде всего мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство по организации этих крупных мероприятий. Одно из видеопосланий к Владимиру Путину жительница Липецка Валентина Слепцова записала в продуктовом магазине. Ценники на продовольствие в супермаркетах в последние месяцы постоянно меняются. Уважаемый Владимир Владимирович, подскажите, пожалуйста, как так получилось, что у нас бананы с Эквадора, вот она, стали стоить дешевле, чем морковь из наших соседних областей? Потому что у нас своей продукции не хватило. Вот в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой. Вот этот миллион как бы, вот его как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, как правило, и из-за границы. Фетербургский бизнесмен Андрей Черемисов поинтересовался у президента, как будут развиваться отношения России с Соединенными Штатами. И стоит ли ждать новой холодной войны и санкций? Руководитель небольшого предприятия по продаже электроники заранее записал обращение к президенту. Сразу же после эфира Андрей Черемисов почувствовал себя настоящей звездой. Посыпались звонки и смс-ки от знакомых. От Байдена, конечно, зависит многое, но все-таки не все. Что у него есть там советчики, партия на него влияет и так далее. Что вот наш президент всецело определяет нашу внешнюю политику, а Байдена, оказывается, нет. Житель Краснодара по телефону поинтересовался у президента кандидатурой возможного преемника. Фамилии Путин не назвал, но объяснил свою позицию. Так или иначе, будет наставником новому российскому лидеру. Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну. Ну, с одной стороны, говорят, святое место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. И так происходит во всех странах мира. Что делать с активизировавшимися телефонными мошенниками? Эта тема также волнует россиян. Свежий пример. У 96-летнего ветерана Великой Отечественной Василия Пронина, с которым президент общался. На параде Победы 9 мая спустя несколько дней злоумышленники обманом выманили 400 тысяч рублей. Комментируя действия этих людей, Путин в выражениях не стеснялся. Это просто подонки. Те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, ветеранов войны, просто подонки. И, конечно, с этим нужно бороться. К сожалению, рост преступления подобного рода значительный. Если у нас по борьбе с тяжелыми такими общественно опасными деяниями преступными в целом ситуация складывается удовлетворительно, даже наблюдается некоторое сокращение, то по преступлениям в этой сфере, к сожалению, рост и рост значительный. 25 процентов. Ловить таких мошенников оффлайн должна полиция, а Центробанку нужно активнее работать онлайн, выявлять так называемые фишинговые сайты, через которые утекают личные данные россиян. Спросили президенты о том, какие песни он поет на отдыхе. Владимир Путин убежден, почти всем россиянам эти мелодии знакомы. Они тоже напевают их на досуге. Дмитрий Копытов и Виталий Брайлянчий. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. А сейчас немного статистики. Первый прямой эфир состоялся 24 декабря 2001 года. Владимир Путин ответил на 46 вопросов. Эфир длился всего 2 часа 20 минут, но успел приковать внимание миллионов. Тогда жители волновали долги по зарплате, остановленной по всей стране завода, безработице и дефицит продуктов. И тем сильнее выбивался из общей массы вопрос, есть ли у президента двойник. Путин тогда ответил, это все сказки. С 2008 по 2011 годы, когда Владимир Путин был премьер-министром России, программа носила название «Прямой разговор с Владимиром Путиным». Самым продолжительным стал 12 эфир 25 апреля 2013 года. Владимир Путин общался со зрителями 4 часа 47 минут и ответил на рекордные 85 вопросов. Количество обращений на линию превысило 3 миллиона. Тогда главе государства задали среди прочих вопрос, как стать президентом. Одним из самых популярных высказываний за все годы стала следующая цитата. «Нужно ударить по бездорожью и разгильдяйству во всех сферах». Так, в 2016 году президент ответил на вопрос, по каким врагам должны ударить российские ВКС. Сегодня прямая линия длилась 3 часа 42 минуты. За это время Владимир Путин ответил на 68 вопросов. Всего поступило более 2 миллионов обращений. В ходе прямой линии Владимир Путин рекомендовал губернаторам регионов последовать его примеру и наладить диалог с гражданами. Проведение внутренних прямых линий позволит скорректировать работу в разных сферах. По словам президента, в результате такого общения происходит выборка наиболее актуальных проблем. В Петербурге уже налажен прямой диалог губернатора с горожанами. На телеканале 78 выходит программа «Новый взгляд» с Александром Бегловым. Как отметил глава города, уже в ближайшем прямом эфире петербуржцы смогут задать ему вопросы. Еженедельно губернатор обращается к горожанам по радио. Открытая электронная приемная официальная страница губернатора ВКонтакте. При этом ресурс интегрирован в информационную систему «Инцидент менеджмент», который автоматически направляет комментарии горожан в профильные комитеты Смольного. Диалог губернатора продолжается в ходе личного приема граждан и встреч с жителями во время объездов районов. Вопросы на прямую линию президента принимали специалисты Центра обработки сообщений в Москве последние 10 дней. Люди присылали видеоролики, смс, звонили на горячую линию. Всего к Владимиру Путину обродились более 2 миллионов человек. Некоторые проблемы оперативно решили еще до начала прямой линии. Президент же подчеркнул, что ни один вопрос не останется без ответа. Что может почерпнуть для себя северная столица по итогу 18-й президентской прямой линии, обсудили политологи и эксперты в эфире программы «Петербург. Город решений». Из того, что мне показалось очень значимым и важным для нашего города, для нашего региона, это была затронута такая непростая тема, как экология и мусоропереработка. Вы знаете, вокруг этого большие дискуссии идут, эта тема непростая, потому что мы, с одной стороны, хотим, чтобы у нас вокруг все было чисто, а с другой стороны, мы не хотим, чтобы рядом с нами было все то, что... Этой теме мы тоже уделим определенной части эфира, безусловно. Мне кажется, тоже акценты были расставлены. Президент говорил о пяти мусоросжигательных заводах, о современных технологиях, и на этой теме было много посвящено. Эксперты считают, что прямая линия с президентом – это срез самых актуальных проблем и вопросов, которые волнуют страну. От глобальных, как пандемия коронавируса, санкций, мировая политика, к частным и даже местечковым. Обращения отправляют в органы местной власти. Подборку наиболее острых вопросов получат и главы регионов по итогам прямой линии. Кроме того, Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что у России нет планов блокировки западных соцсетей. Глава государства отметил, в стране есть проблемы с зарубежными интернет-ресурсами, которые не выполняют требования российского законодательства. Однако президент подчеркнул, открытия в России представительств иностранных IT-платформ будет достаточно для того, чтобы не прибегать к замедлению их работы. Тем временем Роскомнадзор обратился к Фейсбук с требованием снять ограничения с официального аккаунта члена Общественной Палаты России и генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича. Об удалении его страницы, зарегистрированной еще в 2012 году, стало известно сегодня. Напомню, Александр Малькевич активно выступал в поддержку законопроекта о так называемом «приземлении западных IT-гигантов». Мы в прошлом году проголосовали за поправки к Конституции, и в 71-й статье там записано как расположение о том, что государство берет на себя обязанность защищать цифровые права граждан. И вот тот самый закон о так называемом «приземлении иностранных IT-платформ» в России, принятый 17 июня, это один из важных шагов в этом направлении, чтобы мы, пользователи, которые пострадали от такого произвола, знали, куда прийти в Москве, в какие двери постучать. Совет Федерации одобрил законопроект, который обяжет крупные зарубежные IT-компании, работающие с российской аудиторией, открывать представительство в нашей стране. С 1 января следующего года появятся офисы и филиалы тех иностранных ресурсов, чья суточная аудитория превышает 500 тысяч человек, а кто занимается обработкой персональных данных, получают деньги от российских граждан и юридических лиц, распространяют информацию на русском языке и языках народов России и ориентированы на россиян рекламу. И вот как только что стало известно, страница Александра Малькевича восстановлена. Ревакцинация от коронавируса начнется в Петербурге уже на следующей неделе. Об этом нашему каналу заявили в Комитете по здравоохранению. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рекомендовал делать повторную прививку каждые полгода, а после достижения коллективного иммунитета раз в год. Накануне Смольный получил методическое пособие по проведению повторной прививочной кампании. Завтра собираем совещание со всеми районами отдела здравоохранения, с поликлиниками, для того, чтобы довести информацию, чтобы не получилось так, что люди пойдут на повторную вакцинацию и будут возникать какие-либо сложности на пункте, из-за того, что медицинский работник не информирован, либо не обучен, как вносить эти сведения в информационную систему. И поэтому рассчитываем, что с начала следующей недели повторная вакцинация будет уже доступна для всех тех, кто подпадает под ее проведение. Напомню, для выработки коллективного иммунитета в Петербурге необходимо вакцинировать минимум 20 тысяч человек в сутки. По данным Роспотребнадзора, 26% взрослого населения в городе уже получили две дозы препарата, 32% — первый компонент. Между тем, в Петербурге продолжается рост заболеваемости. Только за минувшие сутки выявлено 1503 новых случая. Обследовали на COVID-19 более 34,5 тысяч человек. Совет ректоров УЗО в Петербурге и Ленинградской области рекомендовал учебным заведениям в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и, если будет соответствующее распоряжение губернатора, перейти на смешанный формат обучения. Об этом нашему телеканалу заявил глава Советом, ректор Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов. Он подчеркнул, у привитых студентов и у тех, кто имеет антитела, будет возможность продолжить обучение в очном формате, даже если придется вводить локдаун. Речь не идет сейчас ни о каком решении. Первое. Речь идет о том, что в случае ухудшения перед началом учебного года ситуации, когда ВУЗом может грозить, ну скажем, полный онлайн, мы предлагаем не полный онлайн, а смешанную форму, при которой возможно, например, обучение даже очное. Алексей Демидов отметил, в случае ограничительных мер рекомендации коснуться и общежитий. У совершеннолетних студентов могут запросить ПЦР-тесты, справки о наличии антител или прививочный сертификат. Петербургским ВУЗам также рекомендовано провести информационную кампанию о вакцинации против коронавируса среди обучающихся и преподавателей. Между тем, рейды продолжаются. По поречению губернатора Александра Беглова, Комитет по контролю за имуществом Петербурга совместно с Роспотребнадзором и полицией ежедневно проверяют, как в торговых точках, ресторанах и кафе выполняют санитарные требования. Большинство предприятий соблюдают правила. Так, при проверке торговых центров на улице Вася Алексеева и на Выборгском шоссе не было выявлено ни одного нарушения. Всего же с 11 июня проверили 1564 объекта в сфере торговли, общепит и услуг. Инспекторы выявили 294 нарушителя, а значительная часть попалась в первые дни рейдов. Арбитражный суд Петербурга обязал владельцев сгоревшей Невской мануфактуры в течение полугода выполнить комплекс противоаварийных работ, а через 4 завершить реставрацию фабрики. Несоблюдение сроков обернется крупными штрафами. Как сообщили в пресс-службе КГОП, с учетом сложности и масштаба предстоящих работ при комитете создана группа с участием ведущих экспертов в области промышленной архитектуры, реставраторов и технологов. Конкурс на первый этап обследования и консервации сгоревшего здания Невской мануфактуры объявили в начале июня. Напомню, пожар на территории бывшего завода вспыхнул 12 апреля. Пламя охватило 10 тысяч квадратных метров. В борьбе с огнем погиб один пожарный, двое получили серьезные ожоги и травмы, о других заметных событиях дня в нашем кратком обзоре. В Красном зале Мариинского дворца спикер Петербургского парламента Вячеслав Макаров встретился с коллегой из Исландии, председателем Альтинга Стейнгримуром Сикфуссоном. В диалоге также приняли участие представители МИД России в Петербурге, посольство Исландии и почетный консул республики в городе. Председатель Альтинга Исландии заявил, что его визит нацелен на продолжение сложившихся традиций сотрудничества между двумя государствами. В частности, это касается взаимодействия в арктическом регионе. Сикфуссон отметил роль, которую играет Петербург в развитии партнерства России с северными странами и добавил, что нужно налаживать взаимодействие на региональном и муниципальном уровнях. Двери знаменитого дома Бака отправили на реставрацию. Здание 1905 года в стиле модерн на Кирочной улице – одно из самых известных в Петербурге. Однако в нулевые его исторический облик был испорчен. Здание утратило шесть дубовых дверей. Их демонтировали и заменили на стандартные железные с кодовыми замками. В парадных лицевого флегеля сохранилась всего одна историческая входная группа. Сегодня именно ее и отправили в реставрационную мастерскую. В скором времени в доходный дом Бака, а на свое место вернутся еще одни исторические двери, которые ранее были проданы и нашлись в одном из петербургских кафе. Владельцы сразу согласились их вернуть. Сегодня состоялась церемония передачи створок. Их также отправили на реставрацию. По факту загрязнения акватории Малой Невки проводится проверка. После жалоб горожан обстоятельства выясняют сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора. Пятно на поверхности воды в районе дома номер 43 по песочной набережной заметили сегодня днем. Инспектор зафиксировал мутно-коричневые разводы со следами радужной пленки. Как пояснили в Росприроднадзоре, загрязненные воды поступают в Малую Невку из реки Карповки, на которой проводятся работы по расчистке акватории. Авария с участием большегруза на участке КАД в районе пересечения с Колтушским шоссе этим утром парализовала движение в обоих направлениях. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. Тяжеловоз столкнулся с ограждением и выехал на встречную полосу. Груз рассыпался по проезжей части. На месте работали дорожные службы для ликвидации последствий МДТП. На встречу стихии в Петербурге стартовал первый этап конкурса «Морской бриз» среди команд ВМФ России. Экипажи представляют боевые соединения всех флотов. Сегодня им предстояло блеснуть мастерством в управлении с красными катерами. Из Кронштадта репортаж Александра Буренина. Волнение на воде и на суше, ведь участники стараются справиться с нервами. Соревнования абсолютно командные, каждый должен выполнять свою роль. Первый этап – скоростное маневрирование. За буйки не заплывать, их нужно обходить. Делать это быстро, но скорость некоторых губит. Касание препятствий – штрафные баллы, которые увеличивают время. Перед началом следующего задания судьи опускают в воду манекен. Манекен весит в пределах 55-60 килограмм. Если быстроходная лодка, значит, рулевой наезжает на манекен. Потому что манекен мы используем, это якобы человек за бортом. И, соответственно, начисляется 30 секунд. Если с первого раза его команда не подняла, она производит разворот вокруг зеленого большого буя и дальше делает маневрирование на второй заход и повторяет тот же самый элемент. Спасать условно пострадавшего нужно правильно. Нельзя просто взять за голову и затащить на катер. После судно переходит на ручное управление. Команда все на весла. Перед самым финишем приходит время морских ковбоев. Швартовочный трос нужно закинуть, как хорошее лассо, на зависть героям вестернов. Дистанция 25 метров. И тут важно, что называется, не промахнуться, но при этом и не перестараться. В соревнованиях участвуют команды всех флотов. Завтра они продолжатся под звуки артиллерии. Испытания будут связаны со стрельбой, как с воды, так и по водным целям. Хороший моряк должен уметь все, но надеяться, что в реальной службе все не пригодится. В государственном музее-заповеднике Петергов после реставрации открылись два фонтана. Солнце был задуман еще при Петре Первом. Екатерина Вторая распорядилась устроить на месте пруда купальню для своих внуков. В чашу установили фонтанный комплекс, а по периметру возвели стены, чтобы скрыть купающихся от посторонних глаз. В таком виде сооружение существовало до начала 20 века. Больше года фонтан был закрыт на реставрацию, первую за 50 лет. Специалисты отремонтировали фундаменты, бетонные плиты, чаши, восстановили облицовку из клинкерного кирпича, ликвидировали протечки в трубах, которые регулируют уровень воды. Это фонтан солнца. Нам в сегодняшней жизни так не хватает именно этого солнца. Жизнь стала непростая, она к нам не ласкова, поэтому, может быть, вот этот торжественный запуск фонтана солнца как-то нам немножко украсит жизнь. Когда работаешь по таким объектам, это не контроль ни в коем случае. Это совместная деятельность, это добрые отношения, потому что никакой контролер никогда не сделает так, чтобы объект был сделан достойно, чтобы его не стыдно было показать. Тритон, разрывающий пасть морскому чудовищу, тоже встречает посетителей в обновленном виде. К началу реставрационных работ вся позолота поблекла, а конструкции износились на 90%. Скульптурная группа, отлитая по модели Растрелли, представляет аллегорию торжества России в борьбе за Балтийское море. Древнегреческий бог олицетворяет молодой русский флот, нанесший поражение шведской эскадре у мыса Гангут. А морское чудовище – это флот Карла XII. Четыре черепахи в страхе разбегаются в разные стороны, напоминая о неверных союзниках шведского короля. Теперь масштабные работы ждут фонтаны в Верхнем саду, который закрыт на комплексную реставрацию. Исследования показали – часть деревьев поражена корневой гнилью и другими опасными заболеваниями. Почва сильно окислена, фонтанные коллекторы и водовод находятся в аварийном состоянии. За Росы местами обрушился Петровский ров. Назад в прошлое Музей железных дорог России к 90-летию Красной Стрелы подготовил выставку «Счастливого пути». Среди экспонатов – миниатюрные копии состава, курсировавшего между двумя столицами в разные периоды. Многие модели представлены частными коллекционерами и демонстрируются широкой публике впервые. Кто были первые пассажиры легендарного экспресса, как выглядели купе и какие услуги были доступны несколько десятилетий назад, расскажет Екатерина Семина. 9 июня в час 30 ночи из Ленинграда в Москву отправился первый рейс экспресса «Красная стрела». Это цитата из газеты «Гудок». Так началась история легендарного состава. Спустя 90 лет поезд все еще курсирует из Петербурга в Москву, но уже стал музейным экспонатом. Именно «Красной стреле» посвятили новую выставку в Музее железных дорог России. Открытие нашего нового проекта, выставочного проекта, посвященного 90-летию «Красной стрелы». Поезд номер один. В 1931 году он отправился первый раз в Санкт-Петербурге, в Москву. Эта выставка у нас необычная. Она состоит из двух частей и проходит не в нашем, как всегда мы проводим в зале выставочном, а вот на этом планопероне. Здесь две части этой выставки. Кураторы провели колоссальную работу и восстановили внутреннее убранство вагона, дополнив вещами из музейного архива и из частных коллекций. Посетители увидят редкие фотографии, уникальную кинохронику и подлинные предметы. Экспозиция дает возможность познакомиться с историей поезда номер один. Этой работой мы занимались достаточно давно. И, может быть, даже можно так сказать, что, наверное, не одно десятилетие. Дело в том, что именно сейчас удалось реализовать проект в том виде, в каком он есть. Мы показываем не только предметы, разрозненные предметы, которые связаны с историей поезда, но и показываем настоящий вагон, который работал в «Красной стреле». Более того, действительно, здесь есть некоторый символизм. Потому что каждый из семи этажей этой конструкции, он про разную эпоху. От самого начала, от 1931 года и фактически до современности. Первый состав «Красной стрелы» состоял из 12 вагонов и был выкрашен в синий цвет. А свое название получил как раз за красоту. В то время он сильно отличался от других составов. За 90 лет менялся внешний вид вагона, технические параметры. Но неизменным оставалась значимость поезда и, конечно, маршрут. Петербург-Москва. Катерина Семина, Станислав Фоменко, телеканал «Санкт-Петербург». На Дворцовой площади завершается монтаж фан-зоны «Евро-2020», где можно будет на больших экранах увидеть игры чемпионата. В связи с пандемией на площадке будет ограничение по количеству посетителей. Не больше 5000 человек. Тем временем с пятницы на прилегающих улицах Дворцовой и фан-зоне на конюшины введут ограничение движения. До 11 июля нельзя будет проехать по четной стороне набережной канала Грибоедова, по конюшиной площади, одноименному переулку, Большому конюшенному и Певческому мосту, а также Миллионной улице. Для движения транспорта введут одностороннее движение по Аптекарскому переулку, четной стороне набережной Мойки в направлении от Волынского переулка к Невскому проспекту. Двустороннее движение будет организовано на участке Итальянской улицы, проезду вдоль Марсового поля, четной стороне набережной реки Мойки. На большинстве улиц, прилегающих к Дворцовой и Конюшиной площадям, будет запрещено парковаться. И в завершение выпуска погоди, 1 июля ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер ночью с северных направлений, слабый днем северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17 градусов, днем плюс 24-26. Атмосферное давление будет повышаться. Такая информационная картина дня сложилась сегодня. Еще больше новостей на нашем официальном сайте topspb.tv в социальных сетях. Оставайтесь на телеканале Санкт-Петербург и будьте в курсе событий.